Всем привет, вы на канале правильный выбор. Сегодня у меня на обзоре смарт-ТВ приставка Mikul KT1. В описании к видео вы найдете ссылки на магазины с актуальными ценами на эту модель. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал, а также включить колокольчик. В комментариях напишите, что вы думаете об этой ТВ приставке. Корпус выполнен в стандартном дизайне гибридных приставок от Mikul. Он полностью состоит из черного матового пластика. На верхней панели расположен логотип компании, слева слот для карты microSD, порты USB 2.0 и USB 3.0. Сзади разъем для подключения антенны DVB-T-T2C, AV-выход HDMI RJ45 и вход для подключения блока питания. Снизу находятся резиновые ножки и отверстия для охлаждения системы. В устройстве не используется кулер и она работает абсолютно бесшумно. Несмотря на это, она не перегревается даже при длительном использовании под нагрузкой. ТВ приставка использует последнее поколение чипсета SOC AimLogic S905X4B в качестве платформы, который один из первых имеет встроенную поддержку кодека AV1. Особенностью данной приставки является наличие встроенного тюнера DVB-T2, который позволяет получить доступ ко всем телеканалам, при подключении внешней ТВ-антенны. С помощью прилагаемого программного обеспечения есть возможность настраивать каналы, а также запрограммировать их запись на внешнее USB-устройство. Буква B в названии процессора говорит о наличии сертификата Dolby Audio. SOC AimLogic S905X4B, используемый в этой модели, представляет собой четырехъядерный процессор, изготовленный по 12-нанометровой технологии, обладающий низким энергопотреблением. Он содержит четыре ядра ARM Cortex-A55, которые работают с тактовой частотой до 2 ГГц, и графический процессор Mali-G31 MP2. VPU имеет поддержку HDR, HDR10 и HLG. Приставка имеет 2 ГБ оперативной памяти DDR3 и 16 ГБ памяти хранилища eMMC, которые можно расширить с помощью карты microSD. TV-Box поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 4.2. Приставка собрана в пластиковом корпусе на боковой и задней панелях расположены антенный вход порты USB 2.0 и USB 3.0, аналоговый выход AV, сетевой порт Ethernet RJ45 10x100 и видеовыход HDMI 2.1. В комплект приставки входит фирменный пульт дистанционного управления с микрофоном, работающим по Bluetooth, с помощью которого можно пользоваться голосовым поиском, а также встроенным ассистентом Google. Пульт адаптирован для работы с тюнером и имеет дополнительные соответствующие кнопки. Я нашел только по одному отрицательному и положительному отзыву. Сначала отрицательный. Принимает не все каналы DVB-T2. Теперь положительный. Проблем с качеством и силой сигнала нет. Ссылки на магазины с актуальными ценами на эту модель находятся в описании к ролику. На этом обзор подошел к концу. Надеюсь, вы уже поставили лайк, подписались на наш канал, включили колокольчик и написали приятный комментарий. До скорых встреч в новых обзорах!